Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы новости – магазин «Время подарков». Вы смотрите новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте. О самых заметных событиях в материалах наших корреспондентов. Итак, коротко о самом главном. Весь потенциал курорта представлен на ярмарке путевок Анапа – самое яркое солнце России. В день открытия выставку посетил губернатор Кубани Александр Ткачев. Только лучше земли многодетным семьям. Сергей Сергеев внес коррективы в работу по предоставлению земельных участков многодетным. Власть станет еще ближе к народу. Налажено тесное сотрудничество власти с органами территориального общественного самоуправления. Сегодня в Анапе открылась юбилейная 20-я ярмарка путевок детского и семейного отдыха «Анапа – самое яркое солнце России». Это на сегодня единственное в нашей стране такого рода специализированное мероприятие по развитию и позиционированию курорта и курортных услуг. И, сути, по первому дню работы главная цель ярмарки – расширение и укрепление сотрудничества Анапы с различными регионами Российской Федерации – достигнута. Это особенно актуально в нынешнее время, когда идет серьезная борьба за каждого туриста, по сути, инвестора. Внимание к анапской выставке ярмарки путевок – самое пристальное. Только анапских санаториев и пансионатов выставилось более сотни. Прибыли гости из Сочи, Цемрюка, Туапсе, Кисловодска и других регионов. Уже традиционно заявки выставить стенд с услугами и продукцией подают не только здравницы и базы отдыха, но и туристические, экскурсионные компании, индустрии развлечений, курортного бизнеса, рекламных агентств. На юбилейной выставке ярмарки в первый день зарегистрировалось более 200 участников и сотни гостей. Посетил нашу ярмарку и губернатор Кубани Александр Ткачев. Подробности о первом дне работы выставки – в сюжете. В церемонии торжественного открытия ярмарки приняли участие губернатор Кубани Александр Ткачев, исполняющий обязанности главы Анапы Сергей Сергеев, представители Всемирной Федерации вода и климатолечения, Российского Союза туриндустрии, депутаты законодательного собрания края и другие официальные лица. Сегодня наши города, муниципалитеты во многом утраивают за последние пять лет бюджеты собственные. И эти средства, конечно, мы вновь тратим на улучшение, на качество жизни жителей наших курортов и, конечно, на условия благоприятные приема наших гостей. Это наш главный бизнес, и в курортной индустрии работают тысячи-тысячи наших сограждан. И я надеюсь, что эта выставка, эта ярмарка туриндустрии, конечно, послужит сегодня таким серьезным локомотивом. Мы должны приводить, способствовать тому, чтобы на наш рынок туриндустрии, курортной, приходили бренды с мировым именем. Анапчане очень гостеприимные люди. Мы гордимся своим городом, гордимся своим курортом. И я хочу еще раз в подтверждение сказанного губернатором сказать, что мы с удовольствием примем любое количество гостей, которое захочет и изъявит к нам желание приехать. Для этого, конечно же, надо много трудиться. Мы представляем, что мы должны сделать в ближайшее время, для того, чтобы люди хотели вернуться на наш курорт, получив здесь и оздоровление, и отдых, и приятные эмоции. Я думаю, что мы способны это сделать. Сегодняшняя выставка лишнее тому подтверждение. Выставка объединила лучших представителей туриндустрии России и ближнего зарубежья. В спортивном комплексе «Витязь» на двух этажах разместились стенды здравниц, отели и предприятий, чьи услуги и продукции необходимы в курортологии, сфере отдыха и развлечений, продукты, сельхозпредприятий Кубани. Ярмарка путевок каждый год становится деловой площадкой для заключения договоров. Тщательная подготовка к столь значимому для всех курортов края событию дала свои плоды. То, чего добивались организаторы, достигнуто. География ярмарки значительно расширилась. Очень много туроператоров приехали из Башкирии, из Архангельска, из Нижнего Новгорода, из Москвы, из Питера. То есть нет уголка России, откуда они приехали. Ждем. У туроператоров сейчас мы с Узбекистана отзвонили, что должны приехать из Казахстана. Приехали наши давние партнеры из Украины. То, что здесь происходит, это новый курортный год. Поэтому я вас всех поздравляю с открытием нового курортного года. Санаторно-курортная отрасль является основой полагающей в Анапе. И важность этой ярмарки трудно переоценить. Я думаю, что Анапа уверенно лидирует среди санаторно-курортных городов нашего края. И это нас радует, потому что чем больше отдыхающих, тем пополнее бюджет города-курорта Анапа. Тем больше шансов сделать очередной шаг вперед в своем развитии. На выставке-ярмарке можно получить самую подробную информацию не только на двухстах стендах. Пять тысяч предприятий и организации Анапы содержатся в базе данных интернет-справочника, создатель которого – агентство «Лагуна». Сейчас этот справочник уже работает в Анапе. В ближайшее время запускаем Тимрюк, Геленджик, дальше другие города Краснодарского края. Он может получить информацию с контактами о любом предприятии нашего города. Точно так же он может использовать этот справочник у себя в телефоне. Очень удобно. В три клика открываем любое предприятие и можем им звонить сразу со своего телефона. Выставка-ярмарка продолжит работу до 16 февраля. В программе – научно-практические конференции, круглые столы, семинары и мастер-классы. Лариса Басова, Андрей Страдубцев, Роман Карпов. Анапа. Регион. И к другим новостям. Работа по предоставлению земельных участков многодетным семьям в самое ближайшее время претерпит кардинальные изменения. Это стало очевидно после совещания, которое провел исполняющий обязанности главы города Сергей Сергеев с руководителями структурных подразделений администрации и ведомства, отвечающих за это направление. Подробно об этом наши корреспонденты. Сергей Сергеев сразу дал ясно понять руководителям служб, что обязательства власти не могут считаться выполненными, если людям предлагают участок, что называется в чистом поле. Необходимо в первую очередь... ...обеспечивать там инфраструктуру. Мы же можем сформировать совсем рядом коммерческие предложения, которые частично покроют наши затраты по развитию инфраструктуры. Если это вообще малоимущие люди, то находим средства для оплаты тех или иных услуг, допустим, по формированию, по наживанию, по постановке на кадастровый учет и так далее и так далее. Исполняющий обязанности главы отметил, что очень важно войти в краевую программу финансирования. Либо мы сами будем проектировать и потом проливать эти деньги. Либо тем, кто спроектировал за краевые средства, оно же как продолжение пролонгации этой программы покатится как по маске. Сергей Сергеев высказал уже конкретные претензии к службам и ведомствам. Нам по полтора месяца, по два изготавливают кадастровый паспорт. Из тех массивов, которые подобрали вы, я посмотрел документы, мне не все нравится. Опять, никто не просчитывал сумму, которая нужна на обеспечение канональной инфраструктуры. То есть мы должны все в комплексе вместе думать. Мы должны при минимуме затрат предоставить больше участков. Чтобы дело с оформлением участков продвигалось быстрее, дал задание. Это все в резолюцию. Закрепите за заместителями конкретных очередников, чтобы заместители знали фамилии этих очередников и начинали с ними работать. Не думайте, что это предвыборные какие-то фишки были. Мы так работали и будем работать. Начало этой реальной работе уже положено заместителем главы Светланы Яровой, которая курирует вопросы земельных отношений. Мы подобрали массивы со службами. И на сегодняшний день нам уже сделали топографическую съемку этих массивов. Этими массивами мы также, думаю, закроем всю очередь практически. У нас девять массивов, которые расположены по Анапе. Мы выбрали самые большие. Джигинский сельский округ, 199 участков. И Гостогайский. Почему сегодня пригласили службу еще раз? Про программу, о которой Сергей Павлович говорил. Мне от вас в течение трех дней нужны технические условия. Вот, в первую очередь, по этим двум округам, которые я назвала. До первого марта в департаменте строительства ждут наши документы на проектирование. Все точки над «и» окончательно расставил исполняющий обязанности главы Анапы Сергей Сергеев. Из УЗК президента прозвучала фраза ключевая. Не сама цель выдать людям, чтобы они построились. Цель дать этим людям материальную поддержку. Пусть они продадут эти участки, но они получат дополнительные средства. Завершилось совещание обсуждением организационных вопросов. Так были определены специалисты администрации, которые будут взаимодействовать с энергетиками, газовиками, коммунальщиками. Службами, от которых зависит подготовка технической документации. Земельные участки многодетным семьям Анапы будут предоставлять не только быстро, но и со всеми коммуникациями. В городском театре состоялась встреча исполняющего обязанности главы Анапы Сергея Сергеева с руководителями городских и сельских органов территориального общественного самоуправления. Сергей Сергеев отметил высокую значимость их работы и обозначил свое видение дальнейшего взаимодействия власти и АТОСов. Я изучил ситуацию и честно хочу сказать, что уже это решение принято. С таких слов началась встреча исполняющего обязанности главы Сергея Сергеева с руководителями органов территориального общественного самоуправления. Формат работы, который существовал в Анапе до сегодняшнего дня, Сергеева не устраивает. В первую очередь он отметил, что такие встречи нужно проводить не реже раза в квартал, с координаторами раз в месяц. Также представители АТОСов будут приглашаться на общегородские планерные совещания и на личные встречи. Сергеев намерен дать руководителям АТОСов гораздо больше полномочий. Я планирую с этой целью повысить заработную плату, так называемые компенсационные выплаты вам, и повысить их довольно серьезно. Еще одно предложение Сергеева создать в Анапе советы микрорайонов. Каждый совет можно закрепить за крупным торговым предприятием, которое будет нести меры социальной ответственности за подведомственную территорию. Исполняющий обязанности главы также рассчитывает на поддержку руководителя АТОСов и заявил, что много вопросов им придется решать вместе. В чем рассчитываю на вашу помощь? Если мы, допустим, по примеру города, но это существует и в сельских округах, будем начинать бороться с самостроями на стадии, когда кровля уже накрыта, это не то. А вот если физическое или юридическое лицо начало, ну это как характерный пример всего, что происходит вокруг нас, начало рыть котлован, и мы знаем, что ни документации разрешительной, ни права, допустим, в курортной территории, в особо охраняемой территории у этого человека нет. Но поверьте, если я от вас не получу информацию, то я ее получу уже, когда этот грибок будет стоять. В ходе беседы выяснилось, что не у всех руководителей АТОСов есть в округах рабочие места, многие работают дома. Тут же поручение от Сергеева – подобрать помещения и по возможности совместить их с опорными пунктами полиции. Далее последовали вопросы из зала, говорили о нуждающихся в ремонте дорогах, миграционной обстановке, несанкционированной торговли и других проблемных вопросах. Поверьте, если у меня будет нейтральная позиция, это будет продолжаться. Власть может работать либо хорошо, либо плохо, либо никак. Так вот, самое страшное – это никак. В завершении встречи исполняющий обязанности главы пожелал представителям АТОСов открыто разговаривать друг с другом и властью. Если так будем жить, все у нас получится. Завершил встречу Сергей Сергеев. Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа. Регион. Далее прогноз погоды на завтра. Наш спонсор – торгово-развлекательный центр «Алиса». Реклама будет короткой, не переключайтесь. Торгово-развлекательный центр «Алиса». Покупай с удовольствием! Верхняя женская одежда. Зал кожи и меха. Одежда в европейском стиле. Подарки на все случаи жизни. Элитная обувь и сумки. Мужская одежда от классики до модерна. Все для дома и уюта. Женская одежда и аксессуары из Италии. Кош-галантерия. Товары для детей. И все для красоты, отдыха и развлечений. Торгово-развлекательный центр «Алиса». Угол Краснодарской и Горького. Покупки в радость для всей семьи. На сегодня это все новости. Сразу после нас смотрите программу, посвященную ярмарке путевок «Анапа. Самое яркое солнце России». Вы узнаете о потенциале курорта, об услугах и новинках санаторно-курортной отрасли и многое другое. Так что не переключайтесь. А сейчас рекламная пауза. Партнеры программы – производственное предприятие «Меркурий-2» и магазин «Время подарков». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Подарки должны радовать и оставаться на память. Дарить чувства прекрасного и украшать нашу жизнь. Отражать внутренний мир и подчеркивать стиль. Времена меняются. Подарки остаются. Подарки остаются.